Приветствую вас. Ситуация, связанная со страхами в интимной сфере после опыта изнасилования, вот, и, соответственно, человек описывает, что после данного события ни с кем не общалась, даже с подругами, ну, вот, никому не могла об этом рассказать, было стыдно, вот, и у нас добровольности не хотелось, до сих пор никому об этом не говорила, вот, кроме как на сайте анонимно задала вопросы, я писала, что совсем понятно, что было здесь дальше, вот, два года назад познакомилась с мужчиной, хорошие, заботливые, понимающие, очень внимательные, относятся как к ребенку, заниматься с любовью и начали обоюдно через длительное общение, общение. Видим, что не так часто, как хотелось бы, но дело в том, что последние три раза, ну, как бы, у острого вопроса возникли проблемы. Веня может заниматься сексом, вот, уберет мои руки одной своей рукой, другой крепко обнимает меня и начинается паника, паника. Значит, ну, это вот, по описанию похоже на политическую атаку. Вот, чувствую, что у них вода от воздуха, сердце, какой-то страх, ощущение, что меня опустили по землю и заживо засыпает землю. В этот момент спрашиваю его отпустить, он не понимает, что происходит, спрашиваю, что случилось, я ответила, что у меня клаустрофоника. Вообще не поняла, из чего это, потом в ситуации постаралась, постаралась, всегда, когда держит мою руку крепко обнимает, начинается паника. Паника, я умоляю отпустить меня. Главное, я не понимаю, почему раньше было все нормально, почему это в три с половиной года у меня такая, спустя в три с половиной года у меня такая реакция, могла бы рассказать своему любимому человеку, а то что было, но боюсь, что он сделает плохо тем другим. Ну, вот, не скажу, что я им простила на своем управлении, а я пыталась забыть об этом. Подскажите, что делать, почему такая реакция, тем более на любимого человека только сейчас. Я боюсь теперь заниматься сексом, не хочу, чтобы другой человек не понимал, в чем дело, и сама не знает, что делать. Если это, если это уже не доставляет радости много точно. Вот, на тот последний брат я, честно говоря, не очень понял, вот, то есть, в каком контексте, ну, что вы имели ввиду. Вот, то есть, тут я бы, наверное, как-то все-таки хотел бы просто пояснение немножко, наверное, вот, в том смысле, чтобы лучше вас понимать. В целом, ситуация выглядит для меня примерно следующим образом. Ну, что у вас травма, изнасилование, и со всеми последствиями. Это само собой разумеется, вот, и с этим отдельно нужно работать. То есть, там, вы описываете ситуацию, в которой вы с этим не работали, вы описываете ситуацию, в которой, судя по описанию, вы, в общем-то, говорите, что хотите все забыть. Это понятное явление, чем больше вы хотите этого забыть, тем больше это проявляется в вашу жизнь. Бросается в глаза то, что вы боитесь, что ваш любимый человек может сделать больно, этим людям плохо. Вы объясняете тем, что вы пытаетесь все забыть? Но задвигать вопрос, почему то, что они сделали, они сделали с вами, а стыдно вам за то, что произошло. Вот. Ключевой момент. И я думаю, что то, что порождает стыд. И является основой для того, что вы не хотите, чтобы ваш мужчина что-то с ними делал. Это первый момент. Второй момент. В вашем случае построить отношения без доверия нельзя. Нельзя. Построить отношения без того, чтобы вы могли полностью раскрыться, полностью доверять человеку. Нельзя. Вы же пытаетесь выстроить такие отношения, где мужчина не в курсе того, что с вами произошло. А он самый близкий вам человек. И честно говоря, мне не очень верится, что вы боитесь что-нибудь это сделать. Ну потому что как он узнает? Тут как бы у вас же и фотографии в рамочке не стоят. Да. Лица их вы можете ему не описывать. Демокаку как он узнает? Может быть есть какие-то способы конечно, но так вот по первому размышлению нет. Если вы живете в крупном городе, тем более. Так что мне кажется здесь про другое немного. Не про то, что вы боитесь что-то сделать, а про то, что он будет смотреть на вас по-другому по-другому. Условно говоря, условно говоря, то, что вы описываете, чтобы не было стыдно, чувствовало себя грязной тряпкой. Это вот как раз о жизни. То, как вы воспринимаете то, что с вами произошло. А то же самое, но может касаться мужчины. Я ему расскажу, что со мной это было. Да, он будет смотреть на меня так. Будет видеть меня так. Или жалеть будет. Понимаете? Вот. То есть вы к тому, что с вами случилось, относитесь к чему-то, к чему вы виноваты. Это не так. Это не так. Да. Здесь есть нюансы. Но нюансы не связаны с вашей виной. Нюансы связаны с вашим чувством стыда, который у вас возникает. Я повторюсь. Они сделали то, что сделали с вами, а стыдно вам. И вот это не случайно. Понимаете? То, что вам стыдно за то, что как бы, ну, сделали другие люди. То, что вы боитесь, что он сделает, что ваш любимый человек сделает что-то плохое, объясняет о тем, что вы это забудете. Ну, как бы. Мозгом вы, может быть, и забудете. Но тело дает особо знать. И будет давать особо знать. Пока вы не проживете это, не вытащите это все из себя. Не вербализуете. Вот. И так далее. Да, это травма, это тяжело. Ну, как бы. Если вы будете делать, что ничего не случилось. Вот. Обманывая своего молодого человека. Ну, как бы. Проблема от этого не решит. Вот. И глобально делаю не страхи, как мне кажется. А глобально делаю ваших личных границ. То есть тут, как бы, личные границы сами по себе тоже. В какой-то степени следствие. Следствие. Вот. Следствие. Ну, возможно, того, что вы считаете, что должны быть какой-то правильный. Что-то такое. Может быть следствие еще чего-то. Сейчас не так важно. Нужно выяснять непосредственно. Вот. Ситуация, которую вы описываете со своим молодым человеком. Это про импринт. Молодой человек своими действиями запустил некий комплекс. Вот. Слово комплекс я здесь употребляю не в контексте, который обычно его используют. Комплекс это эмоционально соединяемые цепочки событий человека. Это комплекс. Удобное описание справедливо для всех комплексов, в том числе и для позитивных комплексов. То есть комплекс, условно говоря, можно назвать историю, когда вы принимаете пищу, берете столовый прибор, ага, значит, берете еду на ложку или вилку, вот, подносите ко рту и как бы уже чувствуете вкус. Это тоже комплекс. Вот. То есть вы описываете, что это вот самый комплекс, только вот он негативный. У вас. Он негативный у вас. Такая сила, это-то сила данного комплекса связана с тем, что вы не прожили это все это у вас. Вы никак это не вербализовали, не выразили, не прожили. вот, из этого все это существует в вашем влажном осознании, как один большой комок, вот, то есть это комок нерационализированный. Для чего нужно принимать, чтобы это все привело в какую-то реальную сторону, вот, и то, что с вами случилось, травма, и то, что с молодым человеком происходит. А, будто вам кажется, что у вас, значит, засыпает земля и так далее, это про стыд. Дело в том, что даже по вашему тексту, а вполне ощущается, вполне ощутимо, звучит тревожность, сдержанность, неуверенность, мнительно. Вы можете сказать, ну, это вот у меня произошло после вот событий. Нет. Скорее всего, нет. Скорее всего, ласка была еще до. того, как все это случилось. Возможно, в меньшей степени оно было. Вот. И то, что вы испытываете, это правильно. То, что вас зажимают, ограничивают вашу свободу, подавляют вас. Почему? Да? Потому что вы сами не занимаете то психологическое пространство, которого вы достойны, которого вы заслуживаете. То психологическое пространство, которое вы хотите занять. И даже описываете, что мы с младым человеком не видимся чаще, чем хотелось бы. Ну, если вам хотелось бы чаще видеться, ну, что вы делаете для того, чтобы видеться чаще? Да? А задавали вы себе вопрос, что это за подруги, которые не могут выслушать вас в трудную минуту. Почему вы не можете доверять не своему молодому человеку? Вы это как угорно можете объяснять. Понимаете? Вы это как угорно можете объяснять. Правда в том, что вы не занимаетесь того лично, того объема психологического пространства, вот, в коммуникации с другими людьми, что и приводит к ощущению побавленности. Вот. И страхи ваши, по крайней мере, по описанию, они про это. Эм... Насилие, что случилось, безусловно, повлияло. Безусловно. Но, на мой взгляд, не является это ядром. Это являются раны, это являются травмы, но не является ядром. На... Вот. Еще один... Еще один момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. А точнее несколько моментов. Так. Просто. Спросите. Как часто вы чувствовали и чувствуете себя в жизни потерянной? И насколько вам интересна ваша жизнь? Вообще, вот, в общем, глобально, глобально. Как вам... Насколько интересна вам ваша жизнь? Очень бы хотелось, чтобы вы постарались на эти вопросы ответить. Было бы здорово, было бы весьма и весьма полезно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Ээээ... Кстати, эээ... Проблемы с доверием. Эээ... Попругам, эээ... Мужчине тоже... Эээ... Следствие личной границы. Желаю вам всего самого доброго и удачи!